Всем огромный привет! Меня зовут Ирина. Снимаю пустые баночки вот в таком формате. Все разложила, чтобы ничего не забыть. Сейчас сниму и все скорее выкину, потому что уже надоело. Начнем сверху. Это из магазина FixPrice. Пустая баночка. Бальзам. Защита. Для сухих и ломких волос. Бальзам обычный. Ничего сверхъестественного. Расчесывается легко. У меня даже волосы немножечко подсушивало. Они так пушились, как сказать. В общем, очень нелегкие становились. Ну, не знаю, мне кажется, 40 рублей нормально. Когда мы его еще покупали, в этом стояло столько. Далее детское мыло. Вот это детское мыло вообще не понравилось. Несмотря на то, что объем у него больше, чем предыдущий. Несмотря на то, что у него есть помпа. Оно очень жидкое. Очень такая белая. Прям водичка-водичка. Чтобы помыть ребенка, там, не знаю, ручки хотя бы. Надо очень много этого мыла взять. Тут написано крем-мыло. На самом деле, можно его характеризовать, как вода-мыло. В общем, мне понравилось предыдущее мыло. У них было гораздо лучше. Вообще не экономично выходит. Далее зубная паста знахарь. Миллион раз показывала. Также обычная паста. Ничего сверхъестественного. Вечером ей неплохо почистить зубы. И вот такой вот ополаскиватель для полости рта. По-моему, это был зелененький. Он не такой ядреный, как синий. Нравится ополаскиватель вообще вполне. Очень даже ничего. Не знаю, какие у него там лечебные свойства есть или нет на зубах. Ну, нормально. Еще мы делаем так. Наливаем стаканчик. Вот эту вот жидкость, да, ополаскиватель. Ставим туда зубные щетки. Там хотя бы на сутки. Оно там дезинфицирует, освежает щетки. Неплохая профилактика. Так, теперь ниже пустые баночки. Пойдем отсюда. Кончился первый крем. На подходе еще второй. Это Иван Кей, который заказывала там весь наборчик. Честно говоря, неплохой, но не очень. Запах у него вкусненький. В принципе, неплохо так себе увлажняет. Но не супер. В общем, у кого нормальная кожа, там, после мытья посуды или там, после ванны, самое то. Вот если проблемы с кожей сохнет, там, или после зимы какие-то, то нет, оно вам не поможет. По крайней мере, мне ничем оно не помогло. Далее. Вот эти шампуни я рассказывала, что мне не понравилось в Эйвоне. И вот они уже добиты до конца, их домыло. Ну, на самом деле, больше-таки заказывать не буду. А негативные впечатления от них остались. В общем, ничего хорошего не мы им волосам не принесли. Сюда же от Иван вот такой вот скрабик покажу. Тоже, кто давно в Эйвоне, наверное, скажет, как, где ты откопала, ты же уже сто лет. Таких уже не выпускают. У них, по-моему, уже новая идет обработка, так сказать, новую. Стиль. Не сравнивала, если честно, не смотрела. Но я этот заказывала года три назад. Я его просто откопала. И дайбила таки сейчас. По-моему, у него уже срок годности нет. В смысле, что он уже кончился. Тут непонятно, какой срок годности. Видите, какой год указан. Ой, куда я показываю? Вот, по-моему, слушайте, один стэш. Короче, на самом деле, очень давно просто этими переездами я его заложила куда-то, потом достала. На ногах, в принципе, кстати, даже если срок годности закончился, запах у него был такой же, как и в самом начале открыла. И, в принципе, он неплохо скрабил. В принципе, он мне понравился. Но вот такие новые версии заказывать не буду. Не знаю, как-то. Ничего тоже так же сверхъестественного. Но так неплохо. Гель для душа Терри Флейм. Мне такие нравятся гели для душа. Они такие кремообразные. Очень вкусно пахнут. Кожу увлажняет. Нет аллергических реакций. Не чешется кожа. В смысле, ну, не сохнет. В общем, мне понравилось. Запах у него просто суперский был. Ванила. И, получается, гранат, по-русски говоря. Классненький, в общем. Так, тут мне еще муж подложил. Пена каждый день для бритья. И вот у него такой вот дезодорант, антипреспирант. Пена для бритья. Ему нравится в том плане, что это дешево. Кончается, конечно, она очень быстро. Он говорит, для пены нормально. Тем более за такие деньги, которые предлагает каждый день. А это Ашановская марка. Конечно, как, наверное, многие мужчины согласятся, им больше нравится гель для бритья. Ну, вот так вот, когда бываем в Ашане, он всегда берет себе, кидает. Для нормальной кожи лица. Поэтому посоветовать можно. Для пенки это неплохо. При такой цене, еще раз говорю, не переплачивая. А вот этот экземплярчик ему вообще не понравился. Дезодорант, антипреспирант. Заявлено, что это такая вот новая упаковочка, что вот так вот ставишь, и все до последней капельки, да, там можно взять. Вот так оно может быть и так, но у него не было 48 часов защиты. И запах пробивался у него чуть ли не спустя 4 часа. Хотя он активной физической работой не занимается. Так что он бы не рекомендовал это, я передаю с его слов. И вот такой у меня еще этот кремик один. Также закончился бархатной ручки питательной. Какие бы я крема ни пробовала, возвращаюсь к бархатным ручкам. Для меня это самый лучший крем. Мне больше всего нравится. В частности, питательный. Хороший, в общем, крем. Я думаю, что я еще не раз покажу их в пустых банчиках и в покупках. Несмотря, говорю, на разные пробы разных марок, он по цене и качеству вообще. Молодчинка. Наши пока еще держат марку и не портятся. Вот такие вот были у меня пустые баночки. Сейчас я это все выкину. Наконец-то мне освободилось все это место. И все, начиная все новое. Всем огромное спасибо за внимание. Комментируйте, задавайте вопросы. Буду всем очень рада. Еще увидимся и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok